В Иванове выросло число нарушений, связанных с незаконным размещением рекламы. Специалисты городской администрации регулярно организуют рейды по выявлению серой рекламы. Эта конструкция на Лижневской улице представляет собой баннер, закрепленный на автомобиле. Документов на нее нет и быть не может. К нам на народный инспектор поступило обращение от граждан, которые были возмущены таким фактом. Размещение рекламы на автомобиле наброшено. Данная конструкция не является рекламной, как таковой, но тем не менее, этот факт нам рассмотрен. Информация будет направлена в управление благоустройства. Собственник инсталляции, вероятно, хотел таким образом обойти закон, но вместо этого лишиться ее. Автомобиль по всем признакам не на ходу, а значит, его, как брошенный автохлам, в скором времени эвакуируют. Еще один памятник предпринимательской предприимчивости – этот баннер на улице Куконковых. Данная конструкция установлена согласно положениям договора 2016 года. В соответствии с условиями договора должна быть установлена конструкция, предусматривающая, с одной стороны, динамический способ отображения информации с призматроном, с другой стороны, статический. В данном случае установлена конструкция, которая с обеих сторон призматрона предполагает. Призматрона в три раза больше информации, следовательно, поступление в муниципальный бюджет поступает, исходя из общей площади рекламных сторон. Общая площадь рекламного поля у такой конструкции значительно выше. То есть здесь и бюджет недополучает, и идет формальное нарушение договорных обязательств. Пока это нельзя назвать незаконной рекламной конструкцией. Владелец прав на рекламное место лишь нарушил условия договора. В его адрес направили предписание устранить нарушение. А вот если он не отреагирует, тогда уже в процесс включится тяжелая артиллерия. Сначала с ним расторгнут договор, а затем конструкцию снесут. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.